В Доме культуры «Нефтяник» военный комиссар города Алексей Баклин встретился с призывниками и их родителями. Военком напомнил, что призывникам нет нужды брать с собой лишние вещи, достаточно минимального набора средств, личной гигиены и недорогого телефона. На сборном пункте будущему солдату выдадут сим-карту и банковскую пластиковую карточку. Функцию мобильный банк, к слову, можно будет привязать к номеру родителей. Так они сами смогут отслеживать, куда уходят деньги их солдата. География службы ноябрьских новобранцев обширна. Единственное отличие в том, что в этом году в Калининград и на Сахалин призывники не поедут, а полетят. Кроме того, молодых людей и их родителей предостерегли от чрезмерных проводов, чтобы призывник явился на сборный пункт в приличном виде. В противном случае ему грозят серьезные неприятности, как и тем, кто решил уклониться от службы. С 1 октября до 31 декабря идет призыв. Вот это время, если есть признаки его уклонения, то человек понесет за это ответственность. Причем независимо от того, закончился призыв или нет. Уклонение от неявка на медицинское свидетельство, неявка на призывную комиссию. Уклонение с прохождения военной службы, обследование медицинское и так далее. И уже стало известно, что более ста ямальских солдат начнут срочную службу в северной столице страны. Учебный центр подготовки младших специалистов ВМФ Санкт-Петербурга уже готов принять призывников. Это стало возможным благодаря подписанному в сентябре 2012 года соглашению о сотрудничестве. В декабре ямальские призывники прибудут на площадке учебного центра в Кронштадте и Выборге. Здесь новобранцы пройдут обучение военно-морским специальностям и после аттестации будут распределены по кораблям и флотам Российской Федерации для прохождения срочной воинской службы. В медицинских и образовательных учреждениях Ноябрьска идут проверки противопожарной безопасности. На этой неделе сотрудники отдела надзорной деятельности побывали в инфекционном отделении Ноябрьской городской больницы. Сотрудники отдела надзорной деятельности проверяли наличие первичных средств пожаротушения, планов эвакуации, состояние основных и запасных выходов. Кроме того, провели учебную эвакуацию, правда, без участия детей. Сегодня в эвакуационных мероприятиях мы не будем задействовать детей, потому что все-таки идет сезонный подъем заболеваемости и детки у нас находятся на таком интенсивном лечении. Сегодня будут участвовать у нас сотрудники. Подобные плановые проверки не редкость, поэтому персонал четко знает алгоритм действий в случае возникновения пожара. Оно, детская инфекция, центральная городская больница. У нас возгорание на третьем этаже в коле. Передала Попова. Общество количества больных 85. 50 детей, 35 мам по уходу и 20 медперсонал. По легенде, очаг возгорания находился на третьем этаже. Медсестра Лариса Попова проинструктировала медперсонал о порядке действий до прибытия пожарных. Сегодня у нас была проведена проверка противопожарного состояния инфекционного отделения ноябрьской ЦГБ. Проведена эвакуация и проверены действия сотрудника медперсонала при возникновении пожара. В общем, произошло все удовлетворительно, но имеются некоторые замечания под действием персонала. Дала сбои система оповещения на одном из этажей. Она сработала не сразу, но этот недостаток успешно устранили еще в ходе проведения учений. Юлия Москалик, Виталий Харченко, новости нашего города. Отопительный сезон, который в округе начался 24 августа, пока идет без срывов и нарушений. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента энергетики ЖКХ Ирина Петрова. Общая стоимость окружной программы по подготовке к зиме составила 4,5 миллиарда рублей. Запланированный объем работ выполнен полностью. Обеспечение надежного теплоснабжения – главная коммунальная задача ямальских властей. Почти 45% финансовой и организационной нагрузки во всех зимних мероприятиях приходится именно на подготовку объектов теплоснабжения и теплогенерации. Летом 2013 года мы заменили почти 40 километров ветхих и изношенных тепловых сетей, отремонтировали 107 тепловых котлов. В труднодоступной территории завезли порядка 88 тысяч тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн угля и порядка 29,5 тысяч кубических метров дров. Программа централизованного северного завоза на сегодняшний день выполнена на 100%. В муниципалитетах сформирован форс-мажорный топливный запас, составляющий до 10% от средних объемов потребления. А вот одна из жительниц поселка Самострой живет без тепла уже две недели. Когда она приехала из отпуска, то обнаружила, что батареи в ее квартире холодные. В управляющей компании ее уверяют, помочь ничем не могут, так как батареи – собственность жильца, и за то, чтобы они работали, отвечает сам владелец квартиры. Так ли это на самом деле и что нужно делать в такой ситуации, выясняла Ксения Епишева. Ей слово. Конец октября. За окном минусовая температура, а тепла в квартире Марии Павловны до сих пор нет. Батареи холодные. Я сделала заявочку на 11 числа под номером 148 в аварийную службу. Звоню, мне каждый день говорят, ожидайте, ожидайте. Я говорю, девочки, холодно, я мерзну. Терпение у женщины действительно кончается, а квартиру приходится обогревать при помощи электроплиты. Управляющие компании от проблем женщины, по ее словам, просто открещиваются. Говорят, что батареи – ее собственность, и если они находятся в нерабочем состоянии, ремонтировать или менять их, должна она сама. А что вы хотите? То, что вот эта вот по периметру труба зашла – это наше. А то, что от нее отходят приборы – это не наше, это ваше. Действительно, согласно жилищному законодательству, существует разграничение на наше и ваше. Иными словами, есть зона ответственности управляющей компанией и непосредственно самих жильцов. И в некоторых случаях исправность батареи зависит именно от хозяев квартиры. В случае, если прибор отопительно расположен непосредственно в жилом помещении, в квартире, вопрос несколько сложнее и связан с наличием на отопительном приборе отсекающих устройств, которые позволяют без остановки всей системы отопления на квартирном доме демонтировать прибор, выполнить в нем необходимые работы, обслужить и так далее. Другой вопрос, что если отопительный прибор представляет собой неотделимую часть от отопительной системы, через него осуществляется транспортировка теплоносителя дальше по системе, его нельзя просто так демонтировать, снять. Соответственно, этот прибор учета используется для того, чтобы вся система в доме функционировала нормально и также входит в состав общего имущества. И ответственность за надлежащее содержание такого прибора несет обслуживающая организация. Если бы хозяйка могла отключить батареи сама, тогда все расходы по устранению неполадок пришлось бы оплачивать ей. Но у нее такой возможности действительно нет. Получается, в данном случае ответственность за все несет управляющая организация, которая обслуживает дом. Специалисты советуют срочно принимать меры, причем есть несколько вариантов. Попытаться решить вопрос мирным путем, либо обращаться в жилищную инспекцию. Но для разбирательства тоже потребуется время. К сожалению, ускорить процесс этот можно только по соглашению с управляющей организацией, либо, я не знаю, выбрав иную управляющую организацию, это тоже затратный процесс во времени. Дело в том, что в отношении обращений граждан установлены особый порядок их рассмотрения. Так обращения граждан рассматриваются в 30-дневный срок со дня их поступления. Как вариант, можно заплатить за ремонтные работы, а уже потом потребовать с управляющей компанией возмещение убытков через суд. Но для этого необходимо соблюсти ряд формальностей, а именно, на руках должны быть документы, которые подтверждают, что собственник обращался со своей проблемой в управляющей компании и что ему там отказали в решении вопроса. Ксения Епшева, Александр Иванов. Новости нашего города. И последнее. На этой неделе началась подписная кампания на газету «Слово нефтяника». Напомню, вы можете выписать газету в печатной версии, в электронной версии или в формате мобильного приложения для планшета iPad или Android. Подписаться на печатную версию можно в медиа-центре на проспекте Мира, 78В. Выписать электронную и мобильную версии «Слово нефтяника» можно на сайте Ноябрьской РФ. Для этого достаточно кликнуть на баннер «СН» и заполнить анкету. По-прежнему для читателей подписка на все форматы бесплатно. И это была завершающая информация выпуска. Такой нам запомнилась эта неделя. А я желаю вам всего доброго и приятных выходных. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге.